Фишка стоит в углу шахматной доски размером N на N клеток. Каждый из двух играющих по очереди передвигает ее на соседнее поле, имеющее общую сторону с тем, на котором стоит фишка. Второй раз ходить на поле, где уже фишка прорывала, нельзя. Проигрывает тот, кого некуда. Тут два пункта. Пункт А. Докажите, что если N четно, то начинающий игру может добиться выигрыша. А если N не четно, то выигрывает второй. У нас специально где-то есть клеточки. Вот у нас такая большая доска. Вот тут стоит фишка. Что мы можем сделать? Давайте разобьем эту доску на такие фигурки 2х1. Такие двеножки. Ну, каким-то там способом. Не можем таким. Вот так далее. Если у нас одна из сторон четная, то можно просто вдоль нее положить и все. Если N четно, то мы можем вот это сделать. Да, конечно. И тогда ходящий первым, пусть он первым своим ходом заполнит одну из этих доминошек. Ну, то есть ходит вот сюда. Тот, который ходит вторым, ему некуда ходить, кроме как в другую какую-нибудь доминошку. Да. Либо ему вообще некуда ходить, либо он ходит в какую-нибудь другую доминошку. Тот, который еще не ходил. По которой еще ни разу не ходили. И далее это убавишь. Первый может заполнить опять вот эту доминошку. То есть пройдет вот так как-то. И так далее. Вот тогда первый выиграет. Что произойдет, если у нас N нечетно? Сейчас сделаем то же самое, но не будем включать нашу начальную клетку в наше разбиение. Если у нас клетка другого цвета, чем угол, то там не все разбивается. Опа. Да, зависит от четности, да? То есть если, скажем, у вас доска 3х3, и вы вырезаете центр, то можно, или если вы вырезаете угловую глядку, то можно. А если вы вырезаете ту, которая на краю, но не в углу, то тогда уже нельзя по четности. Да, согласен. Ну вот, мы вырезаем краю. То есть получается, что у этой задачи есть такая забавная штука, да? Если доска нечетного размера, но начинать, да? Вот там второй пункт как раз такой. Да, что? Я уже не знаю, как я... Вот, во втором пункте, кто выиграет, если первоначально фишка стоит не на угловом поле, а на соседнем с ним. То есть другого цвета. Да, 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 вот то самое. Когда по четности не получается разрезать на две ножки. Ну, первый может сходить только на черной клетке. Да, это, конечно, правда. Второй только на белой. Соответственно, второй не сможет сходить в углов. Это важно. Важно другое. Нужно суметь разрезать на две ножки всю оставшуюся штуку. Опять на них. Скажем, если начинаем вот здесь, на какие две ножки мы должны разрезать? Мы должны придумать разрезание на две ножки, при котором все клетки того же цвета, что она... А их, кстати, не так много, да? Все клетки того же цвета, что она, должны у нас участвовать... Давайте посмотрим. Так, так... Нет, нет, нет. Нет. Вот из этой. Почему? Если разрезать без этой, то все получится. Нет, не более. А чем плохо, если я разрезал с этой? Я разрезал на две ножки вот так вот, но это пока бог с ней. Первый ходит сюда. Ради бога. После этого, что делается второй? Второй идет в одну из доминошек. Потому что у нас все места, куда может пойти второй, они попали в разрезание. Замечательно. Второй. Первый идет по доминошке. Потом второй опять идет в одну из доминошек. Первый идет по доминошке. В результате первому всегда будет куда сходить. И при этом надо сказать еще, что вот второй сюда сходить не может. Если бы он сходил сюда... Нет, он подсерк просто не может. Почетности. Нет, он подсерк. Туда он не может сходить просто почетности. Давайте. Любой человек, кроме Арама, Дианлея. Он уходит справа, который... И Паша, потому что Паша тоже помнит. Это видно, что три человека поняли. Ситуация. Доска нечетного размера. Начинаем с поля соседнего с угловой. А, вот с этого. Да, вот с этого момента. Можно на этом пример? Вот у нас есть доска 5 на 5. Да, пожалуйста. А она стоит вот здесь вот. Начальная. Начальная, начальная. Понятно, что второй будет всегда ходить на черные клетки. На те, которые помечены точками. Да, которые помечены точками. Да. Хорошо. Тогда разобьем нашу клетку, наши клетки на доминошке 2 на 2. Вот 2 на 1. Вот таким образом. Прямо так, как нарисовано? Да, прям так, как нарисовано. То есть, всегда у первого будет белая клетка, куда он сможет будет сходить, так как по доминошкам. А сюда сходить второй не сможет, потому что... Не важно. Ну, первым всегда будет куда сходить. Да, вот этого достаточно. Да. А вторым... Потому что первому всегда есть куда сходить достаточно, потому что игра рано или поздно закончится. Спасибо.